Все мы прекрасно знаем, что Sony делают не только телефоны, но и множество других интересных новинок. С момента завершения IFA 2017 прошел уже месяц, и многие новинки скоро поступят в продажу, поэтому давайте-ка их обсудим. Sony традиционно на выставке представляет множество новинок, чаще всего это телевизоры и телефоны, но в этом году упор был сделан на беспроводные наушники, первые из которых это WF 1000X, которые называют конкурентами AirPods, хотя это не так, кейс довольно большой, сами наушники тоже громоздкие, скорее всего это конкурент Samsung Gear Icon X, зато в ушах они сидят довольно удобно и у них есть шумоподавление. Не сказать, что звук супер, но ничего, хорошие наушники. Они естественно, полностью беспроводные, не совсем ясно где искать конкурентов среди ушей внутриканального типа, но было бы интересно поиграться с WF 1000X подольше. Что касается футляра аккумулятора, он способен зарядить наушники два раза, а время автономной работы от одного заряда составит три часа. Это единственная модель, в которой нет кнопки для включения и выключения активного шумоподавления, которая не поддерживает функцию оптимизации по атмосферному давлению, которая в свою очередь с помощью датчиков измеряет давление окружающего воздуха и соответствующим образом оптимизирует настройки шумоподавления. Следующая новинка, это вообще мой фаворит на выставке. В прошлом году мы уже видели MDR 1000X, наушники с активным шумоподавлением. Надеваешь и представляешь, насколько это круто. Сейчас изменилось мало чего, но стало все лучше. Лучше корпус, лучше автономность, чуть лучше звук и лучше шумоподавление. В общем, must have нужно брать. Наушники могут проработать от одного заряда 30 часов и всего за 10 минут зарядки, быстро зарядки, проработают 70 минут. Хороший тренд, только почему Type-C не установили вместо microUSB? Кроме того, здесь есть функция с активным шумоподавлением для тех, кто часто летает на самолетах. Наушники измеряют давление и подстраивают звук. Не знаю, как это работает, но когда ты надеваешь наушники, кроме музыки, ты не слышишь ничего. Ни голос самолета, ни другого шума. Кроме того, наушники автоматически подстраиваются, если вы, например, в метро, или если вы бегаете, или если вы просто ходите. Работать все очень здорово. Функция называется адаптивный контроль звука, который определяет текущую активность пользователя. Сидит, идет, где находится и устанавливает персональные настройки шумоподавления по ситуации уже. Ну и последнее среди аудио наушники внутриканального типа с шейным ободом WI-1000X. Не маленький, батарея тоже не маленькая, поэтому и отличная автономность. Около 10 часов работы. Но выглядит так себе. Вообще, фирменное приложение Sony Headphones Connect было обновлено специально для всей новой серии 1000X. Там и можно управлять новыми функциями с шумоподавлением и регулировкой звука. Работает все это как с Android, так и с iOS. Стоимость. Вкладыш обойдутся в России в 15 тысяч рублей, наушники Sabodom в 20 и флагман 1000XM2 в 28 тысяч. Именно за него сомнений точно нет. Эти наушники стоят своих денег однозначно. Кроме того, Sony представили не только новое поколение наушников, но и несколько аудиосистем для проведения вечеринок. Например, Muteki, что в переводе с японского означает «непобедимый». А кроме нее сразу две новинки в линейке Extra Bass. Данные аудиосистемы отличаются портативностью, громкостью и беспроводной работой – GTK-XB60 и GTK-XB90. Телевизоры стороной тоже не обошли. Мы уже рассказывали о семействе OLED-телевизоров Sony со звуком из экрана. Изначально в продаже были всего две модели на 55 и 65 дюймов. На выставке представили третий вариант Bravia A1 с размером экрана 77 дюймов. Начинка та же, что и в других ТВ – больше лишь экран и цена. В России она составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. О да! Кроме наушников и телефонов Sony показали также компактную камеру RX0. Это не экшн-камера, это просто компактная камера с очень качественной картинкой, большим сенсором и такой же большой ценой. У-у-у, 850 евро – нехило, но камера отличная, стоит о ней поподробнее поговорить. RX0 – это, наверное, вообще новый тип камеры, который сочетает в себе отличное качество изображения, аналогичное серии RX и прочный ультракомпактный корпус. Габариты RX0 схожи с экшн-камерами, а вес составляет всего 110 граммов. Новинка оснащена процессором BEONZ-X, стеклянным 15-мегапиксельным датчиком изображения Exmor RS SMOS 1 дюйм в размере и широкоугольным объективом Zeiss Cesar. 24 мм с высоким разрешением и наименьшим искажением цвета как для снимков в формате RAW, так и для JPEG и для всех форматов видео. Камера способна снимать до 16 кадров в секунду, благодаря чему быстродвижущиеся объекты получаются четкими. RX0 водонепроницаема IPX8 выдерживает погружение до 10 метров, для более глубокого погружения до 100 метров, например, придется докупить защитный кейс. Корпус защищен от падений с высоты до 2 метров. Сзади расположены кнопки управления и 1,5-дюймовый TFT LCD-дисплей соотношением сторон 4х3. Для кого это всё? Новинка ориентирована как на фотографов, так и на видеооператоров. Есть возможность снимать замедленное видео до 1000 кадров в секунду, есть выход HDMI для записи не сжатого 4К на внешний носитель, для постобработки фокуса добавлены функции MF Assist и Picking. По замыслу производителей полный потенциал RX0 раскроется, если использовать несколько камер, чтобы можно было снимать с разных ракурсов, при этом управляя всеми камерами одновременно. «Где ты была?» — спрашивают теперь создатели хардкора. Стоимость в России еще не объявлена, но в продажу камера должна вот-вот поступить. Это все новинки Sony за эту осень. Почему-то их называют без круга. Почему такие люди, я не понимаю. Ну зачем, а? Плюс есть… Ты бы смотрел за сумкой-то под его штопой. Как я люблю басы! Это басы! Это басы! Это басы! Это басы! Это басы! «Рассホерный fight»